Дорогие друзья, здравствуйте! Последний день зимы у нас на календаре, 28 февраля. Мы начинаем очередной вебинар портала Preon.ru «Недвижимость за рубежом». Я с удовольствием представляю свою собеседницу, это Екатерина Орлова. Многие из вас знают ее по нашим вебинарам уж точно, а может быть кто-то уже и лично общался. Екатерина, руководитель департамента международных инвестиций компании Intermark Real Estate, это Savils. Всем здравствуйте! Разговор у нас сегодня пойдет весьма целенаправленно, мы будем говорить в одном инвестиционном направлении, о Индонезии и даже конкретнее об острове Бали, хотя немножечко коснемся, наверное, и других направлений, по крайней мере в этой части земного шара. Напомню, что мы, по-моему, в декабре, Екатерина, с вами общались, говорили о разных возможностях для инвестиций, которые, к сожалению, сейчас для граждан России очень сильно сократились, да и не только для граждан России, сначала пандемия сыграла свою роль, потом тяжелый конфликт политического, военного характера. Ну и, в общем, сейчас мы оказались с тем, чем мы оказались, да, то есть как бы возможностей для инвестиций стало меньше. Давайте, может быть, с этого тогда и начнем. Екатерина, несколько слов давайте о вашей компании для наших зрителей, для которых уже работает наш чат, и можно задавать вопросы нашему эксперту. О вашей компании и о месте Индонезии в общей гамме инвестиционной для инвесторов со всего мира. Наша компания, наверное, одна из старейших на российском рынке. Мы были основаны в 93-м году в России, и большая часть нашей истории была под брендом Savills. С 2006 года до августа прошлого года, когда большая часть западных брендов стали покидать Россию, мы проработали под брендом международной сети Savills, у которой 700 офисов в 70 странах мира. Поэтому, естественно, у нас очень богатая экспертиза именно в плане зарубежной недвижимости. И если говорить именно про зарубежное направление, то мы работаем в инвестициях недвижимости. Это мой департамент, где основная цель – это именно вложить капитал с целью получения арендного дохода, либо с целью перепродажи каких-то спокулятивных инвестиций. И два других направления – это иммиграционные услуги, по крайней мере, те, которые сейчас остались для россиян, их совершенно немного опций, и лайфстайл-недвижимость, то есть покупка для себя. Очень часто инвестиции в недвижимость пересекаются с покупкой для себя, особенно в Юго-Восточной Азии, на Пукете и на Бали, поэтому это тоже так или иначе попадает в мой департамент. А если говорить про продукты, которые сейчас доступны с оплатой из России в моем департаменте, то вы их видите на экране, и, на мой взгляд, здесь важно выделить два таких основных рынка, которые являются точками роста сейчас, в принципе, в мире, не только с точки зрения России, а, в принципе, с точки зрения перераспределения мировых потоков капитала. Это Middle East с центром в Дубае и Юго-Восточная Азия, куда направляются капиталы с того региона, и из Китая, и из Сингапура, и Малайзии. И вот здесь направления основные – это, конечно, Фухет и Бали. И Бали – это, наверное, такой очень молодой рынок, и поскольку это молодой рынок, он предоставляет очень большие возможности с точки зрения заработка. Конечно же, на это еще накладывается тот факт, что международный туризм восстановился, ставки растут, заполняемость растет, растет доход инвесторов, и вкуп с некоторыми другими особенностями местного рынка получается очень хорошо зарабатывать у инвесторов. Сколько это продлится, непонятно. Да, там один год, два года, три года, но пока есть такая возможность, стоит ее пользоваться. Друзья, я прошу в чате, на всякий случай, сразу опубликовать контакты Екатерины, чтобы желающие могли связаться и с ней, с компанией Intermark Real Estate, ну, по ходу или по завершению вебинара. Вы сказали, рынок молодой. Что это значит и с каким еще его можно сравнить? Молодость, она в чем проявляется? То есть только недавно люди заинтересовались? Не совсем. Молодость проявляется в том, каким образом себя ведут девелоперы, каким образом зарегулирован рынок с точки зрения государства. И он молодой, но уже достаточно сформировавшийся. То есть, например, рынок Пхукета, он находится на более поздней стадии своей жизни рынка, скажем так. А есть рынки, которые, наоборот, на более молодых стадиях. Например, та же самая Шри-Ланка. Мы сейчас делаем на ней бизнес-девелопмент и видим, что у девелопера вообще нет готового инвестиционного продукта. Они не понимают вообще, как его создать. То есть предложение есть, но оно, условно говоря, не упаковано в деталях. Как войти, как выйти, не описано подробно, да? Да, да. Можно и так сказать. У нас сейчас в команде есть один из брокеров, который работал на Бали более 10 лет назад. То есть он там жил, работал, когда еще застраивался Кута, Семиньяк, а не те районы, которые популярны сейчас. И, конечно, это совершенно другая перспектива на рынок. И там тогда был Wild West. Сейчас, конечно, Бали развился, но еще, конечно, уступает тем рынкам, которым уже десятки лет. Можно сказать, что именно в этом, в каком-то смысле прелесть. То есть говорят, что классическая формула, которую никто никогда не отменял, больше риска, больше доход. И наоборот. То есть все-таки Бали уже прошел вот этот путь такого дикого рынка и приближается уже к классическим, допустим, европейским или, может быть, рынку Северной Америки? Ну, не совсем. Он, конечно, очень далек от этого. Если говорить про глубину изучения рынка, например, консалтинговыми компаниями, практически никто не делает отчеты. Там наш Savils иногда делает Colliers, делает отчеты по отельному рынку, но нет никакой аналитики по всем девелоперам, по всем проектам, по вторичному рынку тем более. Поэтому, да, и компании, которые полноценно занимаются, проводят свою аналитику, их тоже практически нет. Ну, вот наша и, наверное, все. Есть девелоперы, у которых есть свои отделы продаж. Поэтому, естественно, это более высокие риски для инвестора, ну и, соответственно, более высокая доходность. Помимо этого, тоже мы, наверное, не знаем, уместно сейчас сказать или позже, вот, например, в России, да, есть 214 ФСМ, который защищает дольщиков, которые инвестировали, да, на ранних этапах. На Бали, естественно, этого нет. На самом деле много где этого нет, этого и в Европе нет. Но, тем не менее, да, нужно понимать, что инвестируя на ранних стадиях, вы принимаете эти риски на себя, и именно поэтому вы за период строительства и можете зарабатывать те цифры, про которые в Москве уже сейчас можно, наверное, забыть. Там 30-60% прироста за время строительства, а иногда вообще и 2x можно сделать. В Москве это уже нет. Хорошо. Давайте тогда, может быть, ну, не только о Бали, а в целом об Индонезии. Наверное, часть наших зрителей знает ее прекрасно, часть, может быть, просто была как туристы, но многие не знают, может быть, о ней вообще ничего. Что важно знать о стране, чтобы можно было, ну, вот эти знания как-то с пользой и со смыслом применить и в инвестиционном смысле? Ну, во-первых, Индонезия – это одна из самых быстро растущих экономик в мире. У меня тут, да, есть полезные слайды на эту тему. Да, то есть ежегодный прирост ВВП в реальности составляет 5% на протяжении последних 50 лет. Вот тут есть график, да, который это иллюстрирует. Помимо этого, в Индонезии очень быстро растущее местное население, и из них очень быстро растет именно средний класс и чуть выше среднего класса. И в Индонезии, помимо того, что на Бали конкретно развит международный туризм, есть еще такая вещь, как внутренний туризм. А в следующем году прогнозируется, что будет порядка полутора миллиардов путешествий сделано по стране, и большая часть из них – это жители Джакарты, которые прилетают на собственные курорты, в том числе и Бали, точно так же, как мы там из Москвы ездим в Сочи, например. И, конечно же, вот этот быстро растущий собственный средний класс повышает инвестиционную привлекательность для того, кто вкладывается в недвижимость. Помимо этого, еще, конечно, очень важный фактор, почему именно россияне очень активно заходят на рынок, и еще и китайцы, потому что Индонезия – одна из самых политически нейтральных стран в мире. Если говорить про политические риски, они очень низкие. Вот здесь такая есть карта, низкий уровень политического риска. Индонезия – одна из немногих стран в этом регионе, отмеченная зеленым цветом. И Индонезия всегда принципиально во всей внешней политике занимала максимально нейтральную позицию, что саммит большой двадцатки в том числе показал. И, конечно, для россиян это большой, наверное, психологический фактор, что нет риска отъема недвижимости и так далее. Поэтому в этом плане два фактора. Индонезия – быстрорастущая экономика, политически нейтральная. Но еще, наверное, можно добавить про инфляцию, потому что в Индонезии инфляция очень низкая, она сравнима с показателем Швейцарии, а в то время как в Европе и в Штатах инфляция в прошлом году превысила 10%. В Индонезии это было 5%, что, конечно, тоже хорошо для инвесторов. Вот об этом как раз хотел бы еще отдельно сказать. Вообще страны Юго-Восточной Азии, они, насколько у меня сейчас память не изменяет их, правда, нельзя здесь одним мазком все мазать, но они в пандемию отреагировали на ограничения, которые были введены разными странами, по крайней мере, с точки зрения рынка недвижимости, наиболее сурово. То есть там, во-первых, были довольно жесткие ограничения, и, соответственно, рынки, которые сильно зависят, в частности, от туризма, они просели. Я сейчас вот про Индонезию не помню, но точно знаю просто про Таиланд, помню, что там сильное падение цен, например, было на Филиппинах, при всем том, что это разные государства, там, с особым политическим устройством, все равно какие-то общие черты здесь были. Что можно сказать про Индонезию в ковид, как она себя чувствовала и как она из этой истории вышла? Ну, знаете, мне кажется, многие европейцы с вами бы поспорили по поводу жесткости ограничений, да, в Европе и в Юго-Восточной Азии, потому что в Европе и, да, мы в Великобритании, и во многих других европейских странах были ограничения ничуть не легче, именно поэтому многие там переезжали в тот же самый Дубай на то время, где ограничения быстрее сняли, и Дубай на этом поднялся. Но то, что касается оценков Юго-Восточной Азии, безусловно, можно сказать, что международный туризм как явление прекратился, и из-за этого пострадала очень сильно именно недвижимость, связанная с международным туризмом, потому что нет дохода, соответственно, нет продаж, нет ликвидности и, как следствие, падение цен, либо, как минимум, ее стагнация. Если говорить про Бали, то, наверное, произошла, скорее, стагнация цен, потому что очень мало кто хотел продать в этот момент и уйти в минус. И на Бали приезжали очень много, и это было возможно сделать по бизнес-визе на более длительный срок, так называемые цифровые кочевники, которые останавливаются на 3-4 месяца, на 6 месяцев, снимают виллы. Поэтому собственники недвижимости, которые можно было сдавать в долгосрочную аренду, в частности, вот этих самых вилл, отдельно стоящих, либо в каких-то комплексах, они не ушли даже в минус, они зарабатывали те же самые 5-6% годовых, что, в общем-то, достаточно неплохо. Можно ли сказать, что рынок недвижимости Таиланда, по крайней мере, для иностранца или иностранного инвестора, равно туристический рынок? Рынок Таиланда нет, потому что есть же еще Бангкок, но Пхукета, да, 100%. Ой, Таиланда, простите, говорю, а вот если мы про Индонезию говорим... Про Индонезию, да. То же самое, да, то есть, если мы говорим про Индонезию в целом, то определенно нет, потому что есть Джакарта, есть другие города, где основная целевая аудитория — это не туристы, но Бали, там Ламбок, Гили и так далее, безусловно, 100% туристические локации, а Бали — это может быть микс еще экспатов. Но все экспаты, которые там живут, они либо ориентированы на туристический центр, либо являются цифровыми кочевниками, что значит, что они могут там какое-то время жить, а какое-то время не жить. Естественно, из-за этого рынок падает, когда нет такого потока. Ну давайте тогда несколько слов о туризме в Индонезии и, соответственно, о связи, о той цифре, о тех цифрах, которые позволяют говорить о Таиланде как о жемчужине инвестиционной, или, по крайней мере, относительно перспективном месте сейчас. Или Бали, мы говорим сегодня про Бали, не Таиланд. Что ты говоришь сегодня? Это уже так. Индонезия. Индонезия. Индонезия, да. Значит, по поводу статистики туризма. Ну, конечно же, Бали на слуху у всех постоянно входит во все рейтинги. В этом году по рейтингу TripAdvisor на втором месте после Дубая. И этому, конечно, способствует мягкий климат круглый год. Летом там считается высокий сезон, и, соответственно, туда едут австралийцы, у которых в это время зима. Зимой едут европейцы, русские. Несмотря на то, что считаются низкие сезоны и идут время от времени дожди, все равно многие нравится, что как минимум тепло, и из-за этого создается практически круглогодичная заполняемость. Если говорить про конкретные цифры, то вот они на экране. Это количество именно иностранных туристов, которые посещали Бали. Сейчас мы видим, что поток туристический только восстанавливается, и при этом уже заполняемость на объектах достигает каких-то сумасшедших цифр. Вот посмотрим на экран. Это статистика с такого сервиса специального, который анализирует все данные по Airbnb. Это данные по Airbnb в определенном районе в Чингу. Как вы видите, несмотря на то, что иностранных туристов в три раза меньше, чем было до пандемии, все еще заполняемость приближается к 80%. И это средняя заполняемость, скажем так, в больнице. То есть сюда входят и объекты, которые были построены давно, где не проводился ремонт, и которые морально устарели, так и новые объекты. И поэтому, если мы говорим про новые объекты, которые хорошего качества, то, у которых есть концепция, то можно говорить, что по ним заполняемость 90-95% по году. А это очень высокий показатель для краткосрочной аренды. И из-за этого растут и ставки на аренду. То есть сейчас элитное жилье в Чингул сдается в среднем за 600 долларов за ночь. Это я сейчас на этом сервисе сделала выборку именно по сегменту премиум и элит. Не включала эконом. И прогнозы на дальнейшее увеличение пассажиропотока, они очень оптимистичные. То есть и будет расти количество общих пассажиров. Это то, про что я говорила. И внутренний туризм в Индонезии процветает. И международных пассажиров в следующем году будет принято существенно больше. Вот это предыдущий год, это следующий год. Соответственно, примерно в полтора раза больше увеличится пассажиропоток. И что еще тоже важно, будет развиваться туристическая инфраструктура на Бали. Сейчас там только один международный аэропорт, и у него есть определенная максимальная заполняемость, пропускная способность точнее. И на Бали есть план построить второй международный аэропорт, что, конечно же, в два раза, грубо говоря, увеличит пассажиропоток и положит еще большую нагрузку на туристические объекты на Бали. Помимо этого будет еще порт для круизных лайнеров, парк Paramount Pictures, который они хотят переплюнуть парк в других азиатских странах, и трасса Формулы-1 на севере Бали, где сейчас джунгли. Соответственно, это все продвигает Бали как туристическое направление, повышает его популярность, как следствие увеличения туристического потока, как следствие повышения доходности для инвесторов. Хорошо. Если мы говорим о рынке недвижимости, вернее, той его части, которая интересна, инвестиционна и привлекает иностранных инвесторов. Вообще, что это такое? Насколько он большой? Каково там предложение? Откуда оно вообще взялось? Кто строит? Когда начали строить? И так далее. Да, я вот сейчас хочу открыть карту. Сейчас я буду, конечно, понять, как это сделать, потому что у меня почему-то отдельная вкладка. Сейчас, минуточку. Вот, да, новое окно. Я хочу открыть карту, поделиться ей и рассказать вообще, где что находится и как оно все развивалось. Так, вроде бы я справилась с этой задачей. С презентацией проще, да. С презентацией проще, но зато карта намного нагляднее. Карта нагляднее, безусловно. Вот, карта намного нагляднее. И вот она на экране. Пожалуйста, напишите в чат, если вам ее видно. Ну, мне, по крайней мере, видно, могу даже не писать в чат. А, ну, супер. Значит, вся туристическая активность на Бали сосредоточена вот в этой части, да, южной. Есть еще большая другая часть острова, которая покрытая джунглями. Здесь два вулкана. Вот, и если говорить про историческое развитие Бали, то оно двигалось от аэропорта. Вот здесь аэропорт международный, который сейчас функционирует. И в Бали застраивался вот Кута, Семиньяк и дальше на северо-запад. Получается, что вот эти районы, Кута и Семиньяк, они как раз застраивались 10 лет назад, когда один из наших сотрудников там находился и продавал местную недвижимость. Сейчас все эти районы, естественно, полностью застроены. И девелоперы какое-то время назад перешли вот сюда, в район Чингу и Беравы. На данный момент Чингу и Беравы – это, наверное, один из самых популярных районов, особенно для молодежи, особенно для среднего и чуть выше среднего сегмента отдыха. Здесь очень плотная застройка. Здесь, как правило, пляжные клубы расположены по линии берега. И я сейчас картинки тоже покажу. Но здесь, как вы видите, в Чингу очень узкие улочки. И они, как правило, односторонние. Поэтому, учитывая, что здесь очень много туристического аккомодейшн, туристического отеля, гестхаусов и так далее, здесь достаточно плотный трафик. И иногда можно стоять час времени в одну сторону, практически как в Москве. Поэтому сейчас большая часть девелоперов, они смещаются в другой район, на Букит. Есть часть девелоперов, которые начинают строить вот здесь, в Перерейнане. То есть это следующий пляж за районом Чингу. Но большая часть, как я сказала, начинают строить вот на этом большом полуострове, который называется Букит. Здесь некоторая часть, она запрещена под постройку туристической недвижимости. То есть есть определенные выделенные зоны. И это, на мой взгляд, именно та локация, за которой приезжают, за теми инстаграмными спотами, за которыми приезжают на Бали. Здесь потрясающие пляжи как для опытных серферов, так и есть пляжи, на которых можно купаться, потому что вокруг, соответственно, вокруг есть риф, и волны разбиваются об этот риф. И можно даже с детьми купаться, что редко. Именно здесь расположены все топовые отели на Бали. Это и Булгари, и Six Senses, и Хаят, и Four Seasons, и Raffles и так далее. И здесь есть как раз-таки возможность улучшить транспортную инфраструктуру. То есть здесь есть возможность создать кольцевую дорогу, что сейчас есть в планах скоростную, которая сократит время путешествия к вот этим всем пляжам, которые расположены по периметру. И здесь уже есть первая платная дорога. Вот она ведет в район Нусадуа, где проходил саммит Большой двадцатки. Это, значит, второй район и самый перспективный, на наш взгляд, экспертный. И есть еще район Убуд. Вот он находится вот здесь выше. Он единственный район, который не имеет доступа к пляжу как такового. И до пляжа, особенно по пробкам, может добираться достаточно долго. Здесь другая целевая аудитория. Здесь в основном духовные практики. Здесь много экспатов именно живут круглый год. А если мы говорим про туристов, то в основном они связаны с йогой, с духовными практиками и так далее. И здесь с точки зрения инвестиций я бы меньше рекомендовала этот район, просто потому что здесь нет ограниченности застройки. А здесь есть такой факт, что земля практически не ограничена, поэтому всегда можно построить что-то еще, более классное, более новое. И поэтому в основном все, кто у нас покупал Убуд, покупали его для себя, нежели чем для инвестиций. Вот. Скажите, просто уточнить. Хочу бы сказать, что значительное число, даже вот в тех районах, которые сейчас активно развиваются, значительное число построек находятся на некоем отдалении от непосредственно пляжей. То есть можно ли сказать, что вообще недвижимость в Таиланде, в том числе инвестиционная, это не обязательно приморская недвижимость, ну, по крайней мере, географически. Это там, может быть, 4, 5, 6, 10, 12 линии. В Индонезии, Филипп. Ну, короче, когда я говорю Индия, Индонезия, Таиланд, все следующие разы я имею в виду Индонезию. Когда я говорю Пхукет, Москва и так далее, я имею в виду Бали. Да, давайте я, наверное, покажу типовые проекты. Это будет нагляднее. Действительно, не все проекты строятся около береговой линии, просто потому что береговая линия уже застроена. Если мы говорим, например, про район Ченгу, то он застроен уже на 97%. Там практически негде строить около береговой линии. Также я обещала показать картинки, как это выглядит. Здесь в основном пляжные клубы, и связано это с тем, что здесь в основном черные вулканические пляжи с небольшими волнами для начинающих... То есть, считается, почти все застроено, да? Да, практически все застроено, поэтому если девелоперы что-то находят, то они находят это... Ну, вот сейчас давайте проект конкретный покажу. Вот такой. Он практически распродан. Здесь за первые несколько месяцев ушло все там 136 апартаментов, которые там были, и он находится прямо напротив кафе «Дель Мар». Вот здесь кафе «Дель Мар», которое я показывала на слайде, и он прямо через дорогу. То есть здесь до пляжа, в принципе, полторы минуты, и вообще очень здорово, что девелопер смог найти такой спот, потому что в основном все, что строится в Ченгу, оно, конечно, туда немножко вглубь. Вот, собственно, как этот проект выглядит. Да, то есть такой стиль лофт, смешанный с стилем Бали. Дальше, если двигаться, да, тоже такой типовой проект. Таунхаус рядом с пляжем в Ченгу. Вот он на экране. Ну, как рядом с пляжем? Здесь пешком идти минут, наверное, 10-15, но никто пешком на Бали не ходит. На Бали никто пешком не ходит. Там такая история, что практически нет обочин, точнее нет тротуаров, есть обочины, и поэтому перемещаться пешком достаточно затруднительно, поэтому все ездят на байках. И вот, да, видите, здесь он вроде как недалеко от моря, но дойти не дойдешь, по крайней мере, комфортно. Но у этого проекта есть большое другое преимущество, что здесь можно пешком дойти до ресторанов и кафе, потому что, например, я жила в другой части Ченгу, там больше в районе Умалас, вот здесь, и там ресторан может быть, например, в пяти минутах пешком, но я не могу пять минут пешком туда дойти. Мне приходится брать такси, ну, либо байк на байке. Просто из-за овражений собственной безопасности? Нет, из-за того, что неудобно. Ну, неудобно, там маленькая обочина, она вся... Я имею в виду безопасность в том смысле, что неприятно идти вот по этой дороге. Ну, как, безопасность, я просто жила в Африке, вот там есть, да, период, момент безопасности, что ты пройдешь по этой дороге, тебя грабят. На Баль, конечно, такого нет. Нет, я имею в виду транспортный, то есть безопасность у машины рядом. Там, конечно, носятся, но я вот не видела, чтобы сбивали пешеходов. Но, опять-таки, в основном все перемещаются так. Там некомфортно идти, там нет освещения, да, вот какие-то такие моменты. Смотрите, мы про объекты обязательно еще коснемся, и про объекты, и как раз там доходность уже есть, то, что наверняка многих заинтересовало. Просто несколько вопросов, вот тоже, может быть, общего характера, который наши зрители задали. Про качество строительства и про застройщиков. Они крупные, мелкие, местные, неместные. Кто строит, и вот насколько это действительно современно и качественно в хорошем смысле слова? Вы знаете, честно могу сказать, что качество на Бали – это большой вопрос, да, и очень многие застройщики сейчас выходят на рынок точно так же, как и инвесторы, с целью заработать в моменте. И нужно как бы инвестору, клиенту отличать таких застройщиков от тех, которые на рынке давно, и на рынке с тем, чтобы остаться, а не заработать на одном-двух проектах, пока рынок бумит, и потом их оставить. И в этом ключевая разница, потому что на Бали есть проекты, которые уже сданы, и где в реальности настолько плохое качество, что вилла требует ремонта уже там через три недели после того, как она была введена в эксплуатацию. Это на рынке есть. И на мой взгляд, именно поэтому нет, наверное, и недостроев пока что, по крайней мере, несмотря на то, что юридической защиты нет, у девелопера все равно легче и дешевле построить это как-то и сдать, чем не построить это вообще. И поэтому очень внимательно нужно быть инвестором в этом плане. Девелоперы сейчас такой некий микс, очень много русских и украинских девелоперов на рынке, и это как раз-таки, как правило, именно те девелоперы, не все, которые вышли на рынок, чтобы сделать один-два проекта, заработать и выйти. Поэтому мы всегда обращаем внимание на трек-рекорд. У нас собственный офис на Бали, и там несколько сотрудников, которые постоянно проверяют стройку, то, как это получается, смотрят готовые объекты и прям смотрят именно профессиональным взглядом, потому что иногда за красивой картинкой не очень видно, что, например, материалы использованы, которые будут очень быстро изнашиваться при краткосрочной аренде. Крыша, например, сделана так, что вот эта покатая, что она сделана не до края, и в итоге вода, которая по ней стекает, стекает не за пределы здания, а на само здание, и поэтому крыши начинают протекать. То есть такие моменты есть. А тут можно ли сказать, что, собственно, сами строители, я имею в виду не девелоперские компании, а те, кого нанимают. Вот считается, что, я вот сейчас не ошибусь, а именно опять же назову слово «кукет» и «Тайланда», что есть такое понимание, что о сервисе, не в смысле услужить, помочь, а вот о сервисе строительном. В Юго-Восточной Азии не так хорошо знают, как, скажем, в Европе. Вот как бы вы сказали, вот уровень строителей как таковых, не компаний, все равно они, видимо, нанимают местных. Ну, на Бали очень много рабочих, например, соседнего большого острова Явы. Но то, что это не самый квалифицированный рабочий в мире, не нужно этого пугаться. Это одна из, например, причин, почему относительно недорого стоит недвижимость на Бали и почему такой большой потенциал роста цен. Важно, чтобы у девелопера был европейский или русский специалист, который следит за стройкой. И у всех девелоперов, с кем мы работаем, такие специалисты есть. Они ежедневно на стройке проверяют каждую деталь, которую делают рабочие. И это важно. Я знаю, у одного из девелоперов мраморный остров в кухне переделывали, по-моему, то ли пять, то ли десять раз из-за того, что не могли сделать вот этот стык 90 градусов. Вот. И именно поэтому, кстати говоря, на Бали часто есть задержки сроков практически у всех девелоперов, потому что сложно предугадать, да, рабочие два раза будут переделывать или пять. Хорошо. Екатерина, давайте так. Поскольку мы уже начали про объекты, мы сейчас поговорим о них, но все-таки до этого, собственно, инвестиционная составляющая на Бали, она в чем? Какова схема? Что должен делать инвестер, чтобы заработать? Сколько он может в общем заработать? А потом пройдемся по конкретным проектам, заодно и местоположение их посмотрим, и доходность. Да, да, супер, договорились. Есть, соответственно, два вида, как можно зарабатывать на Бали. Можно вложиться в готовое, и такие проекты есть, хоть они встречаются очень редко. Практически все, что продается, оно продается офф-план, и то, что выходит готовое, это всегда абсолютно объекты по переуступке от тех, кто вложился на старте продаж, ну, либо не обязательно по переуступке, а уже просто на вторичном рынке. От девелопера готового вы не найдете. Соответственно, если мы говорим про такие объекты, то клиент вкладывается, начинает сразу получать доход. Такие объекты управляются собственными управляющими компаниями девелоперов, как правило. Очень редко у каких девелоперов нет собственной управляющей компании. Это, как правило, мелкие какие-то девелоперы. Мы с такими не работаем. И в таком раскладе можно получать 9-12% годовых, потому что, конечно, цена готового объекта, она выше, и уже там ни о каких 15% речи быть не может. То есть объект может выйти только через какое-то время на такую повышенную доходность. И второй способ спекулятивный, многими любимый, и многие его использовали в Москве и в Сочи. Сейчас это уже утопия, не заработать столько в Москве. На Бали это возможно. Вкладываться на пресейле. У нас, например, всегда есть доступ ко всем пресейлам, застройщиков, и мы их информируем заблаговременно, если есть такая стратегия у клиента. Обложиться на пресейле и перепродать по переуступке перед вводом в эксплуатацию. За этот период объект может набрать, как я говорила, где-то от 30 до 60%, в некоторых случаях даже 2x. Да, были такие кейсы. Если какие-то ограничения, закон как-то ограничивает, когда человек может продавать только-только купленный объект, который именно на пресейле купил, через какое время я могу? Практически сразу? Здесь никаких ни законов, ни как? Нет, нет никаких законов в этом плане. Есть только правила внутренние у девелопера. Кто-то говорит, что нужно 100% оплатить по изначальному контракту, прежде чем делать переуступку. У кого-то такого правила нет. То есть можно оплатить, хоть, не знаю, первоначальный взнос и уже делать переуступку. Есть и такие девелоперы. То есть в этом плане спекулятивный рынок процветает. Иван, видим ваш вопрос по налоге. Обязательно коснемся его чуть позже. У нас даже специальная часть вебинара этому будет посвящена. Хорошо. Ну давайте тогда действительно, может быть, сейчас пробежимся по объектам, а потом уже все другие наши факты будем нанизывать на них, при применении к ним. Что у нас есть? Значит, мы говорили вот примеры, какие есть. Вот, окей, сразу 350 тысяч долларов. Когда будет сдан? Что здесь сейчас? Много это, мало это? Да, давайте сейчас про этот таунхаус расскажу и сразу покажу, как мы делаем расчеты по доходности. Потому что очень многих вопросов, откуда же эти 14-16 годовых берутся. Это почти готовый таунхаус. Он находится в центре Чингу. И здесь в этом плане у девелоперов могут быть две концепции. Первая, которая вообще без общих зон. И вот это такая концепция, потому что, если мы говорим про центр Чингу, то там, как правило, очень маленькие участки, доступные для строительства. И девелоперы просто негде развернуться и сделать полноценный отель, как это они делают на Буките. Поэтому здесь это просто комплекс из нескольких таунхаусов, стоящих в ряд. Он почти завершен. Будет сдаваться вот-вот. Может, не февраль, а может быть, март. И есть уже сданные таунхаусы, у которых действующие Airbnb аккаунты, которые сдаются. И мы можем взять реальную ставку аренды за них сейчас и посчитать доходность. Доходность можно... Сейчас я тоже выведу на экран. Так, окно. Так, минуточку. Что-то у меня не получается пока что этого сделать. Вот, получилось. Пока еще нет. Вот, это я... Получилось вот так. Вот, здесь получилось, да. Да. Вот таким образом выглядят наши расчеты. Здесь, поскольку это переуступка, здесь нет НДС, и здесь есть только нотариальный сбор. Итого мы считаем вот такие расходы по сделке, да. 353 тысячи долларов с половиной. И здесь мы берем ставку текущую и берем среднюю заполняемость. Реальная ставка сейчас на самом деле 320 долларов, за которые сдается этот таунхаус. Мы поставили чуть поменьше. При этом за 320 он сдается, потому что сейчас считается низкий сезон, то есть сейчас идут дожди. Заполняемость тоже мы берем среднюю 80, хотя это новый объект, и по нему заполняемость 90-95%. Данные, да, с сайта Airbnb я говорила. Заполняемость – это краткосрочная аренда в данном случае? Да. На Бали практически 100% объектов сдаются именно в краткосрок. И видите, мы отсюда вычитаем все расходы. Плата за управление у этого девелопера, она 20%. Дальше. Плата за сервисы бронирования. Мы здесь берем среднее, да, в зависимости от того, где выставляется объект. Airbnb, Agoda, Booking, еще есть собственный сайт, например, собственный Инстаграм, либо, собственно, посадочная страница, и там, конечно, плата за сервисы ноль. Плюс есть еще агентские сделки. То есть мы берем такое среднее по рынку. Вычитаем service charge. Здесь это складывается из 450 долларов в месяц, умноженного на 12, и получаем доход до налогов. Налог на Бали, ну, мы к этому тоже вернемся, 10. И чистый доход, вот мы считаем после налогов, делим его на общие расходы по сделке, включая НДС, нотариальный сбор, и получаем 14%. Вот таким образом это работает. И такие расходы... Ну, я думаю, что, к сожалению, не все, если у нас с мобильных телефонов люди смотрят наш вебинар, они могли все эти детали не... Да, но мы всегда предоставляем эту информацию, да, по каждому объекту, чтобы вы могли сравнить. Также мы предоставляем вот эти выкладки по конкретным сегментам с вот этого сайта, который анализирует данные по Airbnb. То есть все, что мы предоставляем, это, ну, фактически, фактические данные. Я просто знаю, что некоторые конкуренты говорят, что не может быть на Бали доходность больше 6%, но вот можно в этот расчет поставить, да, ставку, посмотреть, какую ставку нужно поставить и какую заполняемость, чтобы было реально 6%. Ну, таких ставок на рынке нет просто. Вопрос. Есть мы еще про объекты. По объектам, к которым пробежимся, тем более, что их у нас в презентации несколько есть. Законодательство Бали, как ограничивают иностранцев по виду собственности? По поводу фрихолда, лисхолда, то, что всегда всех смущает в странах Юго-Восточной Азии. Да, у нас про это есть отдельная слайда. Я думаю, что они в конце говорили. По объектам мы тоже пробежимся. Вопросов уже очень много. Будем сейчас тоже понимать. Да, давайте по фрихолду, лисхолду. Во-первых, да, в Индонезии иностранец, как совершенно правильно заметили, не может владеть землей. Он может только ее арендовать у индонезийца. Соответственно, по всем проектам на Бали, если мы говорим про апартаменты, ну и часто и про Вилла в том числе, это именно право лисхолда, то есть право владения на определенное количество времени. Вот это количество времени, оно, в отличие от того же Таиланда, оно не унифицировано, да, там обычно 90 лет. Здесь оно зависит от того, о каких условиях изначально договорился девелопер. Изначальный срок аренды, который включен в цену, он варьируется от 25 до 45 лет на объектах, которые, по крайней мере, у нас сейчас есть в портфолио. И есть так называемый приоритетный срок продления, тот, который уже включен в контракт, и можно на него продлить в конце первого срока, заплатив рыночную цену. Сейчас рыночная цена – это 1000 долларов за год продления. И вот этот приоритетный срок продления варьируется в контрактах от нуля, то есть кто-то из девелоперов о нем не договорился, такое тоже бывает, до 50 лет. Итого, если мы возьмем сейчас максимальный срок лисхолда, который есть по большей части проектов, он вот 90 с чем-то лет. Что, кстати, интересно, сейчас я еще отмечу, что сами индонезийцы, они апартаментами не могут владеть как фрихолдом. То есть сами индонезийцы, они тоже апартаментами будут владеть как лисхолдом. Поэтому в этом плане права иностранных граждан и индонезийцев, они плюс-минус одинаковые. А, соответственно, есть у нас проект, где лисхолд вообще там 100-150 лет, и он там возможен по другой причине, потому что там изначально земля на правах ХГБ. Вы сказали договорился. Договорился – это, по сути, девелопер с властями договаривается. С владельцем земли. С владельцем земли. Как правило, это какой-то физик-индонезиец, владелец там рисовых полей, либо просто участка. Как-то заранее понять, что здесь объект более вероятно, что договорится, здесь менее, что… Нет, это именно работа девелопера. Это работа девелопера договорится о наиболее интересных условиях на участок, потому что это будет влиять на инвестиционную привлекательность его проекта и на его продажи в дальнейшем. И, естественно, для инвестора, для клиента это известно на этапе входа. У нас в презентации, в каталоге на каждом объекте написано, какой срок включен в цену и какой приоритетный, ну, если он есть, конечно. Хорошо, давайте тогда дальше еще про лисхолд. Да, ну, про лисхолд, в принципе, здесь у меня нечего больше, наверное, сказать. Единственное, что здесь права, в принципе, такие же, как у владельцев реколда. То есть можно это право продать, можно его передать по-настоящему, следству, можно его сдавать в аренду, ну, вот все, что угодно можно делать, но на протяжении вот этого периода. И при этом тоже, что важно, когда и приоритетный срок продления закончится, ну, пройдут эти 90 лет, никто не говорит о том, что нельзя будет еще договориться о продлении, просто это не гарантировано контрактом. И еще есть вторая форма собственности, давайте я отнимусь. Эта форма называется ХГБ, это аналог фрихолда. То есть здесь иностранец может купить, оформить компанию, мы с этим помогаем на Бали, быть единоличным собственником и оформить на эту компанию вот это право ХГБ. Но оно доступно только на виллы, то есть на отдельно стоящие объекты. И чем оно хорошо? Что когда вы продаете право ХГБ индонезийцу местному, то у него оно конвертируется обратно в полноценный фрихолд. Поэтому такие объекты, они очень высоколиквидны на вторичном рынке, потому что их сами индонезийцы могут купить. И здесь право продления 30-20-30 лет, но оно не ограничено. То есть вот этот срок 80 лет закончился, и законодательно можно опять продлевать 30-20-30, 30-20-30 и так далее, до бесконечности. Но опять же, это уже вопрос девелопера, он будет договариваться? Нет, здесь передается это право на конкретную компанию, предлежащую клиенту, и клиенту не нужно ни с кем договариваться, просто он инструктирует своего юриста, и юрист все вопросы решает с правительством. Здесь уже через правительство эта история продлевается. То есть это бюрократическая скорее история, чем какая-то все. Смотрите, давайте, вот тут как раз тоже был вопрос, их уже очень и очень было много, но давайте просто через запятую несколько задам, и потом вернемся к объектам. Какая ситуация с ипотекой в Индонезии? Нет ипотеки. Очень короткая. Есть рассрочка вместо ипотеки, и большая часть девелоперов, они даже не примут у вас 100% оплаты, и не дадут вам за это скидку, потому что им особо деньги на строительство не нужны. У вас обычно 30% будет первоначальный взнос, и дальше ежеквартально, либо ежемесячно, либо еще как-то индивидуально до конца строительства. И большую часть инвесторов это устраивает. Смотрите, есть вопрос, он действительно очень важный, как обстоят дела с выводом и обменом средств после выхода из объекта, и вообще процедура оплаты. Можем сейчас об этом поговорить, можем попозже, но если сейчас вопрос задали, как? Да, можно сейчас поговорить. Сам процесс покупки отсюда и процесс продажи. Во-первых, отсюда можно оплатить тремя разными способами. Это, безусловно, перевод, свифт-перевод из тех банков, из которых он еще возможен. У нас есть отдел сопровождения сделок, который ведет всегда список банков и возможных платежей в евро и в долларах, откуда они уходят по текущим данным. Это способ номер один. Способ номер два – это криптовалюта. Все девелопернобали в этом плане очень лояльны и принимают крипту. На следующий момент, да? У них есть свои кошельки, которые они могут вписать в invoice вместо банковских реквизитов и принять туда крипту. Либо рублями. Причем рублями можно оплатить не только в Москве, но и в различных регионах. Тоже очень удобно для многих инвесторов, особенно когда со свифтом многие банки уже, особенно в сети последних санкций, требуют такую возможность. Да, да, да. Поэтому рубли всегда остаются возможностью. Собственно, по поводу получения… На чей счет я беру? То есть у девелопера согласен принимать, у него есть рублевый счет? Не совсем. Это тоже делается через крипту, просто через рубли, и мы помогаем с этим. То есть есть, конечно, инвесторы, которые постарше, которые не очень хотят с этим разбираться, поэтому все делается через крипту, но через рубли. Соответственно, как можно получить доход? Получить доход можно либо на местный счет, его можно открыть, прилетев в Индонезию, мы с этим тоже поможем, либо на любой зарубежный счет, кроме российского. Вот в Индонезию нельзя будет перевести в Россию, и можно также получать доход в крипте. Открытие счета в индонезийском банке, оно осуществляется просто на основании того, что ты стал собственником? Нет, можно вообще кому угодно открыть счет. То есть там у них получил карточку и собственно... Да, да, именно так. Именно так. У него есть Кыргызстан, Кыргызстан, вот оказывается. Скажите еще, друзья, во-первых, еще призываю как раз задавать вопросы, потому что у нас еще где-то минут 25-30 мы будем с Екатериной, и можно задать, будет в личной беседе, контакты, я думаю, мы еще раз опубликуем, но если есть какие-то вопросы, задавайте сейчас, сейчас самое время. Вопрос уже немножко из другой сферы, как возвращаясь, может быть, к объектам. Если разница по прибыли у одиночно стоящей виллы и у виллы в комплексе, вообще вот у вас много объектов, мы сейчас тоже еще по ним пробежимся, на что здесь обращать внимание? И когда ты видишь один объект 14, там, снова говоря, другой 11, почему еще кто-то должен был быть 11? Да, давайте я на конкретном примере приведу, вот про отдельно стоящие объекты, не отдельно стоящие объекты. Есть вот такой потрясающий комплекс на юге Букита, он состоит из зданий апартаментов и из 22 вилл. И у него есть как раз общие зоны, это спа, это общий бассейн длинный, это ресторан и тренажерный зал. И благодаря этому можно говорить о том, что этот отдельный комплекс, он выступает как такой самодостаточный резорт. И он находится вот здесь, недалеко от Булгарии и от Сиксенсес, имеет панорамный вид на море, потому что он находится на холме и идет как бы уступами. С каждого объекта вид на океан. И из-за этого, естественно, вилла, которая находится на территории такого резорта, она будет сдаваться по более высокой ставке за ночь, чем вилла отдельная, потому что она не имеет доступа к вот этим вот всем, к общей инфраструктуре резорта. И именно поэтому продвинутые дезивелоперы сейчас создают вот эти вот по факту альтернативу отелям, потому что отели все управляются одними и теми же людьми, имеют одни и те же стандарты. И есть такие более опытные путешественники, которые хотят оригинальных концепций. И вот если девелопер сможет создать оригинальную концепцию, тогда у него будет успех и с точки зрения создания арендного потока для собственников. Ну и для себя, потому что своя управляющая компания оставляет на всех объектах девелоперов. Ну вот смотрите, вы показали два примера. Один объект 11-14% годовых, другой 14-16%. Все-таки это разница в несколько процентов, она тем не менее существенная. В чем преимущество того объекта, которых 11-14% по сравнению с тем, которые 14-16%. Ну, на мой взгляд, да, на мой взгляд, в потенциале его дальнейшей перепродажи через какое-то время. Потому что Ченгу можно сейчас в моменте, да, зарабатывать больше, на готовом тем более. Вот, но насколько будет такой объект востребован через пять лет, не переместится ли весь спрос на Букит, например, это вопрос. Вот, на наш взгляд, конечно, если позволяет возможность по бюджету формировать диверсифицированное портфолио в локации, потому что Бали – это не однородная история, да, есть несколько целевых групп, на которых можно ориентироваться с точки зрения туристического потока. Есть более элитная группа, да, и у них одни требования. Есть средний класс, и у них другие требования. И добавляя в свой портфель недвижимость, которая ориентирована на вот эти разные группы, можно, в общем-то, формировать такую локальную диверсификацию. У нас было несколько вопросов по налогам, друзья, еще буквально пару минут, и по налогам поговорим отдельно. Все-таки, вот, мы показали несколько примеров, там, 350 тысяч долларов был, какой-то, я думаю, подешевле, что-то около 250. Вообще диапазон предложений, которые есть на Бали у вашей компании сейчас, от и до, и что такое минимум, ну, что такое максимум? Минимальный порог сейчас 165 тысяч долларов, плюс, соответственно, всегда мы не забываем про 12% расходов сверху, потому что на Бали это НДС 11% и 1% нотариус. Кстати, сразу, да, про налоги. И максимальное это, наверное, по 1,5-2 миллиона вот такого диапазона виллы. Есть там супер-лакшери-объект, где прям до 4 миллионов цены доходят, но не всем такое нужно на Бали. Там за миллион долларов можно купить прекрасную пятиспальную большую виллу, вот, трехспальную, может быть, побольше площадью. Ну, вот за 2 миллиона у нас есть сейчас 2,2, как раз-таки вот в этом проекте, который я только что показывала. Здесь осталась последняя большая вилла с большим собственным участком 400 квадратных метров, то есть, да, 4 сотки с половиной. Вилла 2,2 миллиона стоит, 5 пален. Вот это, наверное, максимальный бюджет на Бали. Дальше в краткосрочную аренду подразумевает определенную заботу об обстановке. Как она формируется на Бали, то есть, покупая объект новостройки, ты сразу покупаешь по каким-то стандартам и внутреннее убранство, или это, в общем, зависит уже от твоего выбора, и тут девелопер чем-то может помочь, чем-то нет. Все объекты на Бали продаются с полной чистовой отделкой и упакованы до, там, до мельчайших деталей все, что нужно для сдачи как раз-сорочную аренду. Инвестору не нужно ничего делать, и все объекты, они имеют некий определенный стандарт, да, то есть для каждой концепции. И все это, естественно, включено в цену, то есть ничего сверху доплачивать не нужно. Сразу после ввода в эксплуатацию управляющая компания девелопера начинает сдавать на букинге, на Airbnb и так далее. То есть означает, ты получаешь всю мебель, все там, условно, вилки, ложки, полотенца, это все, вот, это цена полная, она есть. Да, да. Давайте о налогах, и потом еще по аренде несколько вопросов у нас там тем более было. По налогам у нас тоже слайд какой-то есть. Да, давайте по налогам, значит, налоги. У меня очень короткий слайд. Есть расходы на сделку, это НДС налог, да, на добавленную стоимость 11%, и нотариальные услуги. Это не налог, но все равно расход определенный. Значит, налоги на доходы физических лиц, они вообще официально 20% от валового дохода, который получает, точнее, от чистого дохода, который получает инвестор. Но практически все управляющие компании девелоперов умеют его оптимизировать различными способами до эффективных 10%. И инвестору не нужно заботиться о том, чтобы оплачивать этот налог, потому что управляющая компания девелопера выступает как его налоговый агент и перечисляет ему уже очищенный доход. Также есть налог при продаже недвижимости. Он также, он равен 10% от всей цены продажи. Но он тоже оптимизируется до 10% от цены покупки. Способом очень похожим на то, как это делается в России. Хорошо. Друзья, если по налогам есть какие-то вопросы дополнительные, задавайте, ответим без вопросов. Все-таки уточнение хочу, вы сказали, что есть некоторые районы, где сейчас тоже идет строительство, где живут экспаты, но они-то явно приезжают не арендуя краткосрочно. А при этом, может быть, я не совсем правильно вас слышал, что по сути все, что предлагается интересным инвесторам, это объекты предназначены именно под краткосрочную аренду. Правильно ли я вас понял, или тут есть какие-то но? Не совсем. Во-первых, у нас есть объекты, в том числе и в Чингу, где прямо за стеной объекта, за стеной комплекса одна из самых топовых международных школ. Поэтому, конечно же, там будут пользоваться объекты и сдача в долгосрочную аренду, и, наверное, там конкретно более логично сдавать в долгосрок для тех, кто не купил для себя, а такие покупки тоже есть. Но здесь нужно смотреть, какой у вас состав семьи. А если у вас дети, то вам очень важно наличие международной школы рядом. И в этом плане есть определенная локация, и в Чингу, и на Буките, где стоит находиться для того, чтобы эту близость иметь. Помимо этого, если у вас нет детей, то у вас выбор намного шире, и, как правило, и экспаты, и цифровые кочевники предпочитают жить на Буките. Там более уединенный формат, размещение на вилле. Есть прямо районы, застроенные виллами, которые вообще похожи, на мой взгляд, на Италию. То есть там такие дорожки, да, с заросшими деревьями, из такого песчаного камня заборы, и за ними такие поместья-виллы. Вот живешь практически, как в Европе, очень комфортно. И, собственно, выезжаешь уже там на машине либо на байке до ресторанов и до всей инфраструктуры. Поэтому все зависит от вашего собственного лайфстайла. У меня есть личные друзья-знакомые, которые пожили в Чингу с детьми и сказали, слушайте, нет, мы поедем на Пукет. Но мне кажется, что в этом плане важно, чтобы был какой-то проводник, который показал, что и на Бали тоже можно жить с детьми и жить комфортно. Еще одна наша излияница был такой вопрос-сомнение, я дословно его не скажу, но она слышала, и спорить не буду, работая в СМИ, я с подобными слухами тоже и с подобными стереотипами сталкиваюсь регулярно, что через пять лет вилла на Бали приходит, ну или любое строение на Бали приходит в такое состояние, что его нам просто перестраивать нужно. В какой степени этот стереотип имеет отношение к действительности? Есть ли такие примеры? И а какой вообще рынок вот такой вторички? Он вообще есть, он конкурентен? Вот те объекты, которые ваш коллега продавал семь, восемь, десять лет назад, что с ними сейчас происходит? Вы знаете, здесь, наверное, ответ и да, и нет. Я уверена, что у тех девелоперов, которые приходят на рынок за одним проектом, у них, скорее всего, да, нужно будет виллу перестраивать через пять лет, учитывая качество строительства. У тех девелоперов, с которыми мы работаем, такого не будет, во-первых, потому что изначальное качество строительства, оно выше, а во-вторых, потому что управляющие компании, они, безусловно, поддерживают объект в качественном состоянии, которое пользуется спросом для сдачи в аренду, да, то есть это своевременный косметический ремонт, постоянная, да, проверка объекта, помимо этого есть компании, которые дают гарантии на сроки, да, на несущие конструкции он дольше, на внутренние детали он меньше, и, естественно, ну, если есть гарантия, то по этой гарантии, если что-то не так пошло, то можно будет исправить. История, связанная с косметическим ремонтом и с ремонтом вообще. Изначально, приобретая недвижимость, ты примерно понимаешь, где и когда у тебя будут дополнительные расходы, если вы связаны, если они вообще будут? Да, и да, и нет, зависит от контракта с управляющей компанией. Какие-то управляющие компании обычно у крупных девелоперов имеют так называемый sinking fund, да, то есть каждый год из доходности делаются отчисления в процентном эквиваленте, которые идут в фонд капитального ремонта, капитального, косметического, как угодно. И есть девелоперы, которые этого не делают, и именно поэтому, кстати говоря, доходность может быть выше в моменте, да, тоже вы спрашиваете, почему 14, а не 11, а потому что, возможно, конкретно эта управляющая компания не делает таких отчислений, и они потом будут единым траншем в какой-то момент. Да, 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 Ну, вообще, условия нужно обращать внимание в контракте. Но, правильно ли я понимаю, что все-таки не совсем идеальный климат для там зданий, плюс тот факт, что, ну, любая краткосрочная аренда, она сопряжена с дополнительной неаккуратностью постояльцев, все равно какая-то сумма на вот этот постоянный ремонт, она потребуется, и она, просто ее надо тоже где-то держать в голове, может быть, она будет прописана, может быть, нет. Да, вы знаете, безусловно, как в любой стране с влажным климатом и жарким климатом есть определенный износ, но и доходность, она такая, что она покрывает этот износ более чем. И это то, о чем нужно думать везде, в Дубае тоже, знаете, вы квартиру оставите без арендатора, без включенного кондиционера, она у вас через месяц покроется плесенью. Поэтому это много где так. Ну да, ну хорошо еще, что, по крайней мере, сохранится, в некоторых местах прежде квартиры уже не будет. Скажите, еще такой момент, правильно ли я понимаю, что подавляющее большинство объектов, которые вы сейчас представляете, они есть в виде рендеров, условно, то есть, ну, приехав, собственно, на Бали и начав выбирать именно там, сможешь увидеть место, может быть, строительный экран, но, скорее всего, это просто будет, ну, как бы картинка. И да, и нет, опять зависит от проекта. Во-первых, мы можем сделать онлайн-показы для тех, кто не хочет ехать на Бали, это все-таки, да, сколько, 18 часов в пути, наверное, минимум, если с одной пересадкой. Во-вторых, у нас есть видеообзоры готовых с данных проектов, того же самого девелопера, чтобы можно было оценить качество. В-третьих, у некоторых проектов есть шоу-юниты, где можно посмотреть отделку этого конкретного объекта, да, когда он будет сдан. То есть, есть разные варианты. Нам больше всего нравится, конечно, показывать объекты готовые того же самого девелопера, потому что по уже с данным проектом можно судить о качестве и будущих проектов. И, конечно, важно локация того конкретного объекта, который вы покупаете, посмотреть на его окружение, потому что у некоторых проектов, например, может быть через дорогу участок, на котором еще ничего не построено, и это значит, что в какой-то момент этот участок может быть продан очередному девелоперу, там начнется стройка и, соответственно, упадет исполняемость и упадет ставка аренды из-за этого. А те проекты, где уже сложилась окружающая застройка, они таких рисков не имеют, и, соответственно, там доходность будет более стабильна. Окей. Перед тем, как уже, наверное, последние несколько вопросов задать, может быть, более общего характера, давайте посмотрим, я знаю, что мы еще, наверное, не все объекты посмотрели, просто, может быть, пробежимся по тем, что мы еще, вы еще не успели представить, там много. У нас, на самом деле, каталог основной на 100 страниц. Вот, мы сюда только несколько объектов включили, значит, по Ченгу я уже два показала, остались еще виллы вот такие, они от европейского девелопера, который очень давно строит на Бали, у них одно из самых высоких уровней строительства на Бали и эффективная команда управления. То есть, вот такая вилла с шестью спальнями, она небольшая по площади, за счет этого цена не очень высокая, 640 тысяч долларов, она сдается за 850 долларов за ночь и заполняемость 85% сейчас. Это уже готовые объекты, вот он просто есть. Это шоу-юнит, вот как раз вы спрашивали, да, это шоу-юнит, ну, он принадлежит инвестору, но можно зайти посмотреть, и вот такую же виллу можно построить на соседнем участке. Этот девелопер, он строит под заказ, то есть, есть проекты, которые строятся вне зависимости от того, инвесторы туда вложились, не вложились, купили, не купили, вот у девелопера есть план, они строятся. Здесь не так, здесь инвестор купил, виллу построили. Вот такой концепт. Но это, как бы каждая вилла, это не какой-то комплекс вилл, это просто каждая вилла, это некий отдельный дом со своей, без какой-то общей инфраструктуры. Нет, вот здесь в конце, когда все виллы будут распроданы, построят и общую, небольшую общую зону. Вот. Дальше, значит, у нас идет букит, а вот опять про локацию чуть-чуть, покажу виды. Здесь, например, пляж Меласти, вот тот риф, про который я говорила, о котором разбиваются волны, большие, и до берега доходят только совсем маленькие волны, на которых удобно даже с детьми купаться. Или вот, например, пляж Дримленд, про него, наверное, все знают, одно из самых топовых инстаграмных мест на Бали. Здесь опытные серферы, в том числе, плавают, и здесь, конечно, безумно красиво. Пляжный клуб, Савая, один из самых, наверное, лучших на Бали, именно с точки зрения вечеринок. Гольф, поле, тоже признак премиального отдыха. И вот все это сосредоточено на Буките. Собственно, здесь какие есть варианты? Покажу что-то готовое. Готового мало, это варианты от инвесторов, которые заходили на этапе пресейла, да, или там на ранних этапах, и вот сейчас, когда объект достроился, перепродают. У этих объектов уже есть раскрученные Airbnb-аккаунты, на которых можно выгрузить реальные данные. Просто вижу, что в чате кто-то писал, что 80% и там ставка определенная не верится. Так это все, в чем прелесть? Что это все можно проверить. По готовым объектам выгружаются реальные данные с Airbnb-аккаунта, и их можно потенциальному покупателю, инвестору предоставить. И это все, естественно, проверяется аналитикой и данными по аналогичным объектам. Вот здесь то же самое. То есть здесь доходность 9-11 сейчас, но сейчас курорт начинает только раскручиваться. Он сдан был совершенно недавно и только вот в прошлом месяце открылась полностью инфраструктура и еще тренажерный зал будет достроен. Соответственно, вот эта доходность при сдаче круглосрочную аренду сейчас, да, поскольку это готовый объект, и она там примерно на 11, но она будет расти. Она будет расти, там в следующем году будет 12, еще через год 13, еще через год 14. А что для готового объекта без девелоперских рисков, конечно, очень здорово. Вот таким образом выглядит дизайн. И здесь тоже одно из самых высоких качеств строительства на Бали. Локация топ между Four Seasons и Raffles рядом с Джимбаран пляжем, где сосредоточены все рыбные ресторанчики на острове. Есть еще вот такой проект, это вот для таких клиентов, которые любят более премиальную историю. На первой линии океана таких проектов очень мало, и здесь соответствующая цена. Здесь апартаменты одна спальня, 84 квадрата, стоит уже 680 тысяч долларов, и многие клиенты продолжают брать и по такой цене, и за счет того, что он на клиффе, здесь более длительный срок строительства. Если обычно на Бали это полтора года, то здесь три года, потому что более сложные работы. Но здесь девелопер создает уровень пятизвездочного отеля, уровень пятизвездочного отеля с соответствующим сервисом, с соответствующим уровнем отделки и общих зон. И находится он недалеко от пляжа Бингин, и как раз недалеко от поля от Гольфа, то есть премиальная локация. Про этот проект мы поговорили уже, я его пропущу. И что у нас еще? Есть проект, который недавно стартовал, было уже одно поднятие цен на первой линии океана в Нуса-Дуо. Вот как бы его локация на нижнем слайде. У него будет очень высокий рост цен за строительство, думаю, что минимум 60%, а то и выше. Вот таким образом выглядят апартаменты и локация. Локация вот здесь в Нуса-Дуо проходила с вами большой двадцатки, то есть локация лучше быть не может. И по платной дороге можно достаточно быстро добраться до аэропорта. И про Убуд скажу. В Убуде, как я сказала, в основном берут проекты те, кто там хотят жить, потому что для инвестиционной истории Убуд не самая привлекательная локация, но в Убуде ниже цены, и это много кого привлекает. То есть вот здесь за виллу 70 квадратов 200 тысяч долларов, хороший очень девелопер с высоким качеством строительства, и вот их, наверное, имеет смысл взять для себя. Есть и большие виллы тут тоже в том числе. По проектам, по-моему, все. Я такую выборку включила, понятно, нас их намного больше. в портфелях. Несколько вопросов еще тогда, может, наверное, уже в завершении. Вы сказали, сейчас употребили, рассказывая в одном объекте, про поднятие цен. То есть здесь, как и везде, там раз в два, в три месяца любой девелопер цены поднимает на 5, 10, 15, 20 процентов. Так? Ну, не совсем. На Бали это случается раз в две недели, потому что на Бали безумно высокий спрос, большая часть качественных проектов разлетаются за несколько месяцев со старта продаж полностью подчистую. Дальше, соответственно, девелопер их строит, и в конце по переуступке начинают проекты готовые появляться на перепродаже. И девелопер, соответственно, повышает цены по мере того, сколько проектов, сколько объектов продано. То есть бывает так, что за несколько месяцев со старта продаж цены поднимаются на 30 процентов, да, чтобы осталось еще там 30-40 за время стройки. Несколько абстрактных, наверное, не конкретный вопрос, но думаю, что какую-то конкретику увидим. Вообще, много ли строят на Бали? То есть судя по вашим рассказам, есть и российские, украинские девелоперы, есть и свои, есть и европейцы, и хорошие, и плохие. Получается, что и все это берут, 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 берут. То есть рынок такой активный, живой, но счет идет на десятки, на сотни, на тысячи объектов. Если говорить про пайплайн в количестве сейчас, наверное, около тысячи, может, чуть больше тысячи, нет, ну, больше тысячи, надо посчитать. Ну, вот порядок несколько тысяч, наверное, не больше юнитов, которые есть. С одной стороны, да, это будет увеличить конкуренцию, потому что все объекты новые будут, как минимум, новыми, вопрос качества, да, мы оставим за кадром, но они будут бороться за аудиторию, и именно поэтому качественно созданные концепции, у которых есть идея и у которых есть исполнение, они будут выигрывать на фоне других. Но, во-вторых, та новая инфраструктура, которая создается на Бали, в том числе и новый аэропорт, они будут повышать количество туристов, и здесь, да, это тоже элемент как бы риска, да, что будет расти быстрее количество туристов, да, и тогда заполняемость будет держаться на таких же уровнях, либо будет расти конкуренция проектов, и тогда будут выигрывать, будут выигрывать какие-то определенные, а на других будет, естественно, падать заполняемость. То есть мы посмотрим, как это сложится. Но могу сказать, что в Бали действительно есть куда расти, потому что сейчас средняя цена продажи за квадратный метр варьируется от 2,5 до 3,5 тысяч долларов, а если мы говорим про аналогичную недвижимость похожего класса, да, на Пхукете, то там цена варьируется от 4,5 до 6 тысяч долларов. И если мы говорим про то, что Бали и Пхукет это в целом похожие рынки по тому, от кого на них идет спрос, да, то Бали определенно есть куда расти. И Пхукет, если вы знаете, да, перешел к более мелкой нарезке, там сейчас есть и студии 30 квадратов, а на Бали до сих пор нарезка самая мелкая держится в районе 60 квадратов, ниже не опускается. Соответственно, если будет расти цена, то возможно мы увидим вот эти вот микро студии, которые есть на Пхукете. Вот вопрос еще от нашей зрительницы про европейского девелопера, о котором вы говорили, можно ли его назвать, если от европейца что-нибудь подешевле? От европейского девелопера есть, да, подешевле, вы можете со мной связаться, я вам направлю конкретные опции, ну или скорее один из наших брокеров направит вам конкретные опции. Окей, ну и тогда еще у меня два вопроса. Друзья, буквально несколько минут у нас еще осталось, если есть какие-то вопросы прям по горячим следам, задавайте. Несколько вопросов про тех, кто может быть собирается, ну вы там были и были не раз, и как бы чувствуете этот рынок. Если мы говорим о комьюнити, вообще об обществе, о стиле жизни, да, он какой? Вот несколько словах буквально. Это расслабленность, это такая большая сосредоточенность, это все суетятся, что-то делают. Куда ты попадаешь, в какую среду? Вы знаете, мне кажется, Бали очень прогрессивный, там прогрессивная публика во многих аспектах, из вот IT-сектора, из сектора крипты, и это влияет, да, на вот этот вайп на острове, а даже если взять наш чатик в Телеграме, русскоязычный, да, то в русскоязычном чатике там есть и бот, который всегда подсказывает информацию, и есть бот, который начисляет репутацию. Если мы возьмем чатик в Пухе, то там такого нет. Вот, и комьюнити русских на Бали одно и одно из самых больших. Третье место сейчас занимает по численности, но при этом русские инвесторы на Бали даже в топ-10 не входят, и на мой взгляд, эта ситуация должна измениться, потому что мы инвестируем, как правило, там, где мы отдыхаем. Сначала отдыхаем, потом приходим с деньгами, да. Да, да, и вот мы ждем этого момента. И, кстати, Филипп, мне кажется, я еще на ваш вопрос не ответила. У кого популярна недвижимость на вторичном рынке, кто ее покупает? Да, да, да. Да, значит, вот это, кстати, важно. Наши русские и русскоговорящие все любят рискнуть и купить на пресейле. У нас очень мало кто из инвесторов покупает реально готовое. Готовое покупают все другие, вот вся другая целевая аудитория, которая есть на Бали. Это австралийцы, они приезжают, им легко, они посмотрели, выбрали, влюбились, купили. Сингапурцы, малазийцы, да те же самые китайцы, они, как правило, покупают готовое. Именно поэтому в нашем офисе на Бали мы сейчас ищем в команду англоязычных местных брокеров, чтобы проект, чтобы объекты наших клиентов перепродавать потом на вторичке уже местным. Все ли управляющие компании покупаешь на пресейле и затем становишься собственником какого-то объекта, предлагают тебе неделю-другую пожить самому? Ой, вы знаете, это еще один прекрасный момент на Бали. Большая часть управляющих компаний никак собственника не ограничивают. Приезжай, живи хоть целый год. Понятное дело, что... предупредили, но просто сами получили. Да, исключение, наверное, пара больших девелоперов, где у них есть ограничения до 30 дней проживания, но при этом изначально на входе можно выбрать и другую программу, то есть все-таки если недвижимость больше понравилась для себя и есть понимание, что вы там будете жить больше одного месяца, то изначально можно выбрать другую инвестиционную программу просто вот и все. Есть, конечно, инвесторы, которые вообще на Бали не приедут, и у них объект сдается круглый год, и тогда они просто выходят на более высокую доходность. Вот и все. Ну и тогда, наверное, заключительный мой вопрос. Вот я посмотрел еще раз все объекты, которые вы, Екатерина, представили, там цифры все равно 8, 9, 10, 12, ну до 16. Вообще, когда мы с вами не первый, не последний вебинар проводим, вы такие цифры называете крайне редко. Даже вот в Великобритании по лоджам мы говорили, там есть цифра 8, правда, это гарантированная доходность, но все равно, и правда, это фунты, но тем не менее, вот такие большие цифры, в какой степени они скоро могут закончиться, и в связи с чем? Недвижимость будет просто дорожать, потому что отдых на Бали едва ли сильно дешевле, чем опять-таки на том же Пхукете. И вот вы сказали в самом начале, неизвестно, сколько это продлится, год, два, три, пять. Что вы имели в виду и вот ваш некоторый прогноз по этому региону? Знаете, отдых на Бали на самом деле существенно дешевле, чем на Пхукете, потому что я была на Пхукете совершенно недавно, и на Бали тоже недавно, и могу сравнить. На Пхукете достаточно дорого, особенно за то качество, которое ты получаешь. Я большой как-то в фуде, любитель покушать, и на Бали в этом плане намного лучше, честно сказать. На Пхукете, видимо, высокий сезон, наверное, имеет свой эффект. Ну ладно, на Бали есть, как сказать, сейчас достаточно разная аудитория приезжает на Бали. Есть либо средний сегмент, который сконцентрируется в основном в Чангу, либо есть супер премиальный сегмент, где люди готовы платить по там тысяче долларов за ночь за аренду виллы, и которые останавливаются в основном на Букете. Если говорить про дальнейшее развитие Бали, то, на мой взгляд, скорее, вот этот исходящий тренд, который мы видим, он будет продолжаться в течение следующих двух-трех лет. Это вот мои прогнозы. Связано не с тем, что я вижу, какие проекты выходят на рынок, какого они качества, на какую они аудиторию ориентированы, и что еще главное делает само правительство Бали для того, чтобы продвинуть свою локацию, а делают они очень много. Именно поэтому именно Бали среди всех локаций в Юго-Восточной Азии постоянно находятся в топах. Поэтому, на мой взгляд, количество прибывающих туристов будет более чем заполнять те объекты, которые выходят на рынок, поэтому инвестору будет еще на чем зарабатывать в ближайшие годы. Почему доходность выше? Ну, во-первых, лоджи, они фактически приносят 10-12 годовых, это просто инвестор получает 8 фикс, и при сдаче в кругосрочную аренду такие показатели, они, в принципе, ожидаемы, особенно при том уровне риска, которые есть. И риски здесь, они зависят частично от управляющей компании, от качества, да, которым, насколько хорошо она рекламирует объект, продвигает его, насколько хорошо она за ним следит и так далее, и от внешних факторов, то бишь направленность усилий правительства Бали по его продвижению, то есть такое комбо. если выбирать объект с хорошей управляющей компанией, то я думаю, что вот эти 2-3 года мы будем видеть рост. Ну и, естественно, если инвестор видит стагнацию, плато или нисходящий тренд, то всегда можно продать объект. Окей, ну и тогда еще один вопрос, как-то все упустили, вот эти проценты, которые мы называем, все расчеты, которые происходят, это доллары, это евро, это местная валюта и вообще вот как здесь? Это доллары и я скажу следующее, вот на Бали нет, на мой взгляд, валютного риска. Знаете почему? Несмотря на то, что цена объекта, она зафиксирована в рупиях и доход вроде как, если вы получаете его на местный счет, тоже может перечисляться в рупиях, он перечисляется ежемесячно и сама ставка аренды, она всегда выставляется в долларах, потому что она ориентирована на международный туризм и поэтому даже если рупия проседает, изначально ваш доход, он в долларах и наоборот, рупия просела, у вас расходы, они в рупиях, у вас вычли меньше, ну я имею в виду, да, за обслуживание, за страховку и так далее и доход вы каждый месяц все равно конвертировали в доллары и поэтому по факту ваш доход на Бали, несмотря на местную валюту, он долларовый. Вот, я этот важный момент хотела отметить. Ну и собственно, да, все в долларах проводится, как правило. Ну и тогда в виде по скрипту мы реплика нашего зрителя Кирилла о природной катаклизме. Насколько, что там вообще? Да, на Бали есть землетрясения, они присутствуют, они по шкале там, по-моему, семь с половиной, восемь максимально достигают и соответственно есть, на Бали об этом знают, безусловно, и есть определенные государственные регламенты, как должны строить. И для того, чтобы построить этот проект, нужно получить специальное разрешение и соответствовать определенному ГОСТу, СНИПу, как угодно, да, назовите. Соответственно, берутся за последние 50 лет максимальные данные по землетрясениям, добавляется 0,5, и вот объект должен вот эту прочность выдерживать. И помимо этого на Бали есть ограничения по высоте строительства, максимум 15 метров, а в некоторых зонах 12 метров. Поэтому вкупы вот с этими правилами все постройки, они выдерживают катаклизмы, ну и плюс, конечно, страховку недвижимости никто не отменял, страхуется она обычно на ее полную покупную стоимость и можно, конечно, добавить, застраховать ее, например, рыночную стоимость на текущий момент. Окей. И вот уже хотел попрощаться, но все равно вопрос мы про лисхолду с вами сказали. Вот наш зритель спрашивает, предлагают инвесторам лисхолд, насколько это безопасно и охраняется ли закон? Да, безусловно. Часто очень спрашивают, если, например, собственник фрихолда, с которым был изначальный договор по лисхолду, если он, например, скончается, а его наследники, например, не захотят его продлевать. Так вот, это невозможно. То есть в этой части права держателей лисхолда, они охраняются в первую очередь нотариусом. Нотариусы на Бали это очень уважаемые члены общества, части с собственным высоким капиталом, которые проводят эти сделки и соблюдают их исполнение. И поэтому, если наследники вдруг решили, что они не хотят что-то соблюдать, нотариус обеспечится, чтобы изначальная договоренность, изначальный контракт соблюдался. И в этом плане, конечно, права лисхолдеров на этом периоде они полностью сохраняются. Окей. Хорошо, спасибо. Спасибо. На этом, я думаю, можем заканчивать уже нашу беседу. В частном порядке все вопросы, пожалуйста, Екатерине, также можете задать, друзья. Екатерина Орлова, директор департамента международных инвестиций компании Intermark Real Estate. Собственно, спасибо, Екатерина, огромное. Как всегда, очень полезно, очень содержательно. И запись завтра мы уже выложим, даже, может быть, сегодня вечером на YouTube-канале нашем. На следующий, в конце этой недели выйдет и статья по итогам вебинара, если вдруг кто-то не успел к началу. Контакты Екатерины здесь на экране. Ну, я просто еще от себя добавлю, сейчас действительно очень много говорят о природных катаклизмах. Безусловно, природные катаклизмы есть, эти риски никто никогда не отменял. Ну, соответственно, надо, ну, сейчас в последние недели в основном по поводу Турции я буквально маленькую-маленькую реплику скажу. Ну, вот, есть действительно очень сильно пострадавшие регионы. Ну, давайте так откровенно, есть, например, регионы, которые, кто же Турции, которые не пострадали. Во многих странах есть, встречаются природные катаклизмы, и просто надо взвешивать за и против, не только тогда, когда что-то произошло и не только тогда, когда ничего не произошло, просто постоянно это делать. Мы ради этого и стараемся вам тоже помочь в таком-то анализе. Екатерина, спасибо огромное. Да, Филип, большое спасибо вам. У нас всегда получается намного более, мне кажется, интересные вебинары, чем когда мы ведем мы их отдельно. Спасибо вам. На Фриане будет еще много вебинаров из Екатерины, из компании Intermark Real Estate тоже. Спасибо вам огромное. До встречи и берегите себя. Удачи. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok